За появление карусели в центре города голосовали многие жители. Все они пришли в день рождения столицы муниципалитета, чтобы прокатиться на долгожданном аттракционе, около которого даже образовалась небольшая очередь. Но это ничуть не испортило настроение радости и веселья. Все для детей, все для нас делают. Очень приятно. С удовольствием на карусели прокатились глава района и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Окунулась в детство. Невероятные какие-то чувства, как маленькие мы запрыгнули с главой на эти карусели. Вы знаете, в целом хочу сказать, так много делается для людей. Печально, что не все это ценят. А в принципе надо уметь говорить спасибо. Вот чем больше скажешь, тем больше получишь. Ну так работают все законы вселенной. Карусель будет работать для жителей города бесплатно. А через год рядом с аттракционом появится колесо обозрения. Это часть плана масштабной реконструкции центральной площади города Одинцова. Мы вкладываем большие силы, средства в развитие вот именно нашей центральной площади. В следующем году рядом с каруселью появится еще и колесо обозрения, с которого будет видно не только наш район, Красногорск, но и ряд интересных достопримечательностей города Москвы. В честь Дня города были организованы разнообразные мастер-классы. Гости праздника учились собирать плащ-палатку, играли в разные игры и принимали участие в проекте «Моя сторона», который провели сторонники партии «Единая Россия». Пришли детки из Удумрудного города, мир детям, дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы занимаемся сегодня живописью, акварелью, лепим, занимаемся магнитиками всевозможными, посвященными Дню города. Ну и вообще развлекаемся. Наша программа – помогать людям, помогать детям и помогать нашему городу. Арт-проект по следам Красной книги – один из них. Ребятам рассказали о прошлом планеты и о том, как важно бережно относиться к окружающему миру и природе. В природе должно быть биоразнообразие, и должна вот эта вот цепочка биологическая, она должна быть сохранена. Потому что если даже не будет пчелок, то не будут опыляться растения или те же самые бабочки, насекомые, не опыляются растения, не появляются плоды, птицам, животным нечего будет есть. То есть как бы все должно быть взаимосвязано, в природе все гармонично. Поэтому тут нельзя сказать, какой вид главнее, а какой вид менее главный. Они все в природе главные. Особое внимание было уделено детям с особенностями развития здоровья. Они не только принимали активное участие в мастер-классах, но и представили свои работы на художественном вернисаже. Сегодня наш педагог Александр Панин подготовил много-много гипсовых формочек разных фигурок. Кораблики, божьи коровки, рыбки. И вот дети, и я смотрю, вместе даже с родителями сидят, раскрашивают их красками и получают удовольствие. Блистали в этот день и косплееры. Фестиваль «Время вперед» собрал под свои знамена тех, кто любит примерять на себя разные образы и играть роли любимых персонажей. Здесь есть очень много интересных ребят, которые хотят действительно показывать целостные образы. Меня очень волновало, что мы видим, когда не очень крутой косплей, что просто надевают костюм и ничего больше. Но сегодня было очень много молодых ребят, которые показывали образ целостный. То есть они надевали костюмы, делали специальный грим, и играли, и разыгрывали какие-то сюжеты. И меня это, как театрального режиссера, очень-очень порадовало. Фестиваль косплея длился весь день. Лучшие были награждены на главной сцене праздника. 61-й день рождения город отметил с размахом. Тысячи жителей пришли в этот день, чтобы выразить свою любовь к столице района. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.